всем привет друзья меня зовут антон и мы дождались эта игрушка vrc 7 world rally чемпион шип 7 а точнее 17 и сейчас вместе со мной я предлагаю посмотреть как она что она вот я зашел просто проехаться хочу попробовать и увязка или для него моде you can race in every stage from every rally in the game with any car you like унин хопия орка харью так тут у нас рассвет ясно дождь полдень ясно рассвет ясно наверно поставлю стопроцентный гравий enter так что у нас тут есть категория версии версии 2 junior версии и бонусные автомобили бонусных автомобилях у нас прошлогодние фолькс полик хюндай прошлогодний citroen прошлогодний фордец и порш так версии 2 citroen ford citroen кодики на скоде янка пэцки пауэр дрейслер категория версии вот я не знаю взять форда попробовать citroen тойоту либо поехать за наших украинцев у лерия о кстати сергей ларенц он не бельгиец у нас тонет нашел первый бак в игре так вот мне понравилось тойота хотя хочу я попробовать citroen абу даби world ралли тим крик принц код мартин stefan lefevre конечно же крис миг так а дополнительные настройки это у нас я понял да наверно мягкие пускай будут я не знаю я в этом деле не спец поэтому сейчас будет видно версии 2016 не особо мне нравилось поведением физической модели самого мира по отношению к машине ну и машина как-то вела себя не так интересно а вот версии 17 хочется конечно посмотреть как оно будет ох мой любимый citroen красавчик так спецучасток оунин хоу пух я стопроцентный гравий в перепад 44 метра 10 34 километров дополнительные настройки вот так так бля я живой там в силу давай просвет сделаем 30 окей поехали звук конечно не тот вот это она дурная ты шо да конечно джон тут вся финляндия состоит из джопов ого первый раз еду поэтому могу тупить могу поворот и не писать а вы уж простите для меня гирт колин маккейра или это было что ох бля террасия китая то было с чего учиться так что в Финляндии мне всегда нравилось своими скоростными отрезками конечно это просто персик и вот первый бок в принципе в жизни мне уже давно колесо нахер оторвало но в принципе крестник так и водит да тут я на торможение не успел и давай все а то не то может и была правая четверочка в принципе а а а а фары и не перекинуть автомобиль поеду я наверное на рассвете это джам фарами дейнджа байк 3 мол тайт джап тормоз и а ух ты ж вот это дал можно кстати поменять вид сейчас где-то на 3 short into right 4 overcrest keep it now тут кстати прикольно реализован управляемый женат вот у нас вид без кабины пилота пилота overcrest right 5 keep middle jump titans 4 short and left 4 short bump into right 4 overcrest titans 3 keep it and right 3 short overcrest 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 right 4 short keep it into left 4 bump into right 4 30 либо качать пиратскую версию как поступил я left 3 short keep it and overcrest right 5 tights 4 long between right 5 Bum 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 туда-туда-туда бью корпус пока бью пор в принципе мягкий ой аккуратно лоренцо бертелли тут лежал ни хрена передовой стартовал можно было видеть он лежит ветерам пидорасил тачку я щас так сама могу сделать корпус то такое классно давно я давно этого ждал пока оценочка и блять сука и по графике это не крути какие бы выходили сейчас алексей по форте и против кард 2 но а вайк полдак если втянуться может быть охуенно Реально, ахеренно. О! Хорошо, мог я немножко оттормозиться и пролетел вообще красиво бы. Но было немножко перед хампином. Не втыкать в зону торможения, я пока. Уху-ху-ху! Хорош! Ай-яй-яй-яй-яй! Красота! Хочу уже повтор посмотреть. Ну, я, конечно, недосконально еду. Вот далеко недосконально, но тем не менее, Холгинг-хок-пех славится как раз своим вот этим знаменитым карьером. Бой господи, карьером трамплинов. Заговариваюсь трамплином, и я на нем прыгнул, и в принципе, пасно прыгнул. Смотрел я, сколько я метров пролетал, но так я и не увидел. Тут еще, блядь, я могу это финиша не доехать. Тут изъедет все дорожки еще один трамплин. Надо будет со стенкой еще разобраться, потому что стенка такая какая-то целомудренная. Я вижу, что там правый. Не получилось, тачка суперевая была. Тут можно будет, кстати, попробовать. Польшу и форта. Так, что мы в тейнде. А, понял, что это будет. Ох, фух. Это зрители еще пенализировали на 9. Ага, ой, это был ручник. В принципе, ручник хороший. Все, финиш. Я проеду к АВС-ку. Так, но интернет это не беда. Ошибка перед передачей данных обмена. О, и я на первом месте. 9 секунд я оттяноку привез. Аж я третий, латвала четвертый, савда пятый. И пошла, поехала. Режим повтора. Класс. Вообще, просто бомба супер. Все, я тебя знаю, что я буду попрасывать. Да, я поначалу гасился, а потом уже как-то начал ехать побыстрее. Ну, начал ехать побыстрее, начал бить машину. Вот это, кстати, прыгающее сидение. Это как раз минус физике. Повторе не должно быть такого. Если показывают повтор онборд, там сидение при толчках в камеру не влазит. Тут я первый раз полетел. В принципе, может, это и помогало мне, кстати. Я занизил клиренс уже. 0.30 было. И, может, мне это помогало. Как раз в плане того, что не вот этих вот моментов, а прижимная сила, может, автомобиля стало больше. И меня не так кидало по всем этим участкам. Но круто. Реально круто. Вот это было вообще не круто. Ну, я предупреждал ехал первый раз, поэтому в принципе нормально. Вот тут вообще бэкорд, как в дрифтах называют, вот такие вот вроде ты тачку уже не контролируешь, но на самом деле она еще едет. Это я бэкорд такой только что сделал, и мне сразу дали туда ачивку, ачивку продрифтить 30 метров на автомобиле. Вот это хороший тоже джамбл. Так, и тут где-то должен уже лежать Лоренцо Бартелли. Я тогда, по-моему, переехал его бампер. Но это уже больше как даже не с вертолета, а с джайки. Прикольно еще я смотрел в трейлере на трамплине Фафе. Так, по-моему, в Португалии он, если я не ошибаюсь. Там кружит над трамплином вертолеты, ты когда приземляешься от вертолета еще какие-то клубы дыма и пыли стоят. Ты как раз приземляешься в это место, а вот Лоренцо Бартелли лежал. Так, а как я хочу посмотреть режим повтора? Запомнить бы на каком еще моменте. Было бы вообще шикарно. Ага, вот так, это я влупился. Теперь фары выключил уже. Так, ага, это бэквард был. Вот, скоро уже. Так, ну и где? Как-то... В лесу я неуверенно себя чувствовал. Так, а если я захочу, допустим... Ага, вот сменить камеру. А, я не могу там в фоторежим, типа, перейти. Я понял. А сейчас можно, да, поехать в Польшу. Ралли Германии не хочу пока. Каталония. Уэльц это вообще капец. Уэльц, Австралия, все заезды Монте-Карло, Швеция, Мексика, Корсика, Аргентина, Португалия, Сардиния, Польша. Кемелева, Баранова, Миколайки, ага, это суперспешл. Куркланки. Восемь километров рассвет. Давай под дождем поедем. Полдень дождь. Почему бы и нет? Так, теперь возьмем... Мы, наверное, М-спорт. Матса Остберга, наверное. У него ливерия просто красивенная. Да. Чмелева у нас 80% гравия, дождь, полдень, 8.28% длина спецучастка. Маркет Проко перед нами стартанул. Фары я, наверное, выключу. Так. Давай посмотрим, что у нас по просвету. 30. И фары я выключил, можно принести ехать. Доу-доу-доу. Доу-доу. Тут просто узкие улочки вот эти вот. Глузенькие дорожки. И это есть ваттпак, можно ваттпак очень тяжело. И очень надо скрупулезно следить за трассой, за стенкой. Штурмана. Если ты его, конечно, понимаешь. Я его понимаю отчасти. Ну, вот и первый. Привет. Слез с трассы у меня. Скользко, трасса мокрая. Блядь, я себе дождь поставил, чтобы Матсу Лосверу не было интересно ехать. Тяжело, тяжело машину держать. Реально тяжело. А тут еще лезь по бокам, где это ж. Вообще просто с блокбованием. Я думаю, что если я буду сильно спешить, ничего хорошего не будет. А я хочу, просто хотя бы надоест закончить этот спецучасток. Посмотреть, чем Форд отличается по управлению от того же Ситроэна. Ну, Форд тяжелее рулится. Рулиться он тяжелее. Это чувствуется даже не брать во внимание просто поводные условия, да? То чувствуется, как он тяжелее рулится, как сама машина. Хотя бы по регламенту у них есть одинаковые. После этой эмалагации, то дискомным этим штучком и административным проверком это были маки, 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 маки. Вот, это был почти хороший у нас. Тут вообще с видом от руля не видно, но все равно. Давай лучше сделаем вид от машины. Хотя, хотя когда мне вернут мой руль, то я не откажу себе удовольствии проехаться на руле. Версить эту. А почему бы и нет побить корпус об забор, сука. И еще раз. А да что ж такое. Мокрый асфальт. В мягком составе резина. Может, КС-ку надо было брать. Все, по-моему. Если я так самая сейчас опять покану где-то. Хотя не думаю. Так, какой тут хардбрейк? Лев. Вот, хорошо. Ну, все. Ну, как оператор скратался. Прямо, как я на ралли кратил. Нет, сверху нет. И тут и так у нас в поле не все видно. Хотя, может, это по регламенту положено ехать со светом. Я хер его знаю. Потому что тачка на КВ-шку приехала с включенным светом. Не знаю, посмотрим. Польша тоже классная, кстати. Вот этот... Вот этот участок реально тоже классная. Хорошо дорогу держит. Машинка. Даже на двух колесах, как можно увидеть сейчас. Хе-хе-хе-хе. Все его рецепт. Ох, тут прямит ходовый. День. Левый единичка, ничего всего. Шпика. Левый единичка, ничего себе. надо гаситься я понял когда начинаю тачку считать что не пытаться ее выравнивать а просто 5075 18 уже приехал а в режиме повтора у нас будем посмотреть вот тут красиво просто я еще раз хочу посмотреть жир просто сука смак настройки графики у меня выкручены все на ультра все что можно было поставить на ультра на максимум и при моей я не скажу мега игровой видеокарте nvidia jtx 650 2 гигового объема видеопамяти то с игрушкой она справляется почти везде классно четко есть конечно проседание в кадрах они заметны и вам по кадрам но в принципе 8 их оператив исправляются с этим делом поэтому так с вами был антон это было первое знакомство мы проехали два спецучастка могу сказать игрушка версии это класс это супер и кому понравилось пишите комментарии ставьте пальцы вверх подписывайтесь на канал будут обязательно еще новые видео пока